Комфорт для всех горожан. В новых автобусах работать удобнее, признается водитель Максим Беляков. На общественном транспорте он работает больше 20 лет, ездил на различных автомобилях, но новые ЛИАЗы считают самыми удобными. Прежде всего, благодаря комфортному водительскому месту и обилию автоматики, которая позволяет следить за всеми процессами. Машина хорошая. В машине очень много зачетов есть. Особенно по поводу безопасности пассажиров. То есть у нас уже теперь двери не открываются на ходу. Все это фиксируется в видеокамеры. Еще один плюс нового автобуса – плавный и практически бесшумный ход, отмечает кондуктор Вера Подопригора. Она на общественном транспорте областного центра работает уже 7 лет. Говорит, теперь ездить стало комфортнее. Двери открываются плавно, чтобы пассажиры могли без спешки войти в салон. Он, к слову, в новых автобусах больше. Автобус вместительный, много мест для сидения, работает кондиционер. То, что в сезон лета – это самое то. То есть пассажиры очень довольны. В Владимирсе говорят, сейчас передвигаться по городу стало удобно в любое время суток. И в утренний час пик, и в вечернее время. В автобусах много поручней. Есть специально оборудованные места для инвалидов. Каждый вмещает больше сотни человек. По словам горожан, они позволили существенно улучшить ситуацию с общественным транспортом. Пассажиры считают, новых автобусов в нашем городе должно стать больше. Новых нужно, конечно. Все старые едут, сломаются. А это новые, наверное, не сломаются. Конечно, по отзывам моих родственников, сейчас некоторое положение улучшилось. А было полгода назад очень плохо. Но это, по мнению моих знакомых родственников. С необходимостью обновления подвижного состава согласны и в муниципальном Владимир-Пассажир-Трансе. Сейчас все 14 новых машин, купленных на средства инфраструктурного бюджетного кредита, находятся у предприятия в безвозмездном пользовании. Направили их на маршруты в отдаленные микрорайоны. Энергетик, Юрьевец, Пеганово, Луневый и Комунар. Работают автобусы исправно и без нареканий, говорят на предприятии. В общем-то, отношения позитивные. И пассажиры говорят, наверное, городу, это нужно больше сказать спасибо, что администрация областная и городская помогли нам с приобретением этих автобусов. И как бы пожелание, чтобы побольше было такого, чтобы подвижной состав обновлялся, и чтобы это было удобнее для наших пассажиров, для наших жителей города. В администрации областного центра уверяют, работа по обновлению подвижного состава продолжится. По результатам аналитики, автобусы могут перевезти на другие маршруты, на некоторых увеличат число машин. И одновременно будут искать способы купить больше новых машин. Анна Столярова, Алексей Ковалев, Телеканал «Вариант». Анна Столярова, Алексей Ковалев, Телеканал «Вариант». Анна Столярова, Алексей Ковалев, Телеканал «Вариант». Продолжение следует...